Всем привет на моем канале, я решил сделать видео-вставочку в мои еженедельные видео. Это видео я снимал для канала Бэйпобой, и тут речь о фотографиях, о бывших фотографиях, детских фотографиях и про детство. В принципе, еще раз, и оно так хорошо в тему входит, подходит к предыдущему видео, которое было в пятницу, что я решила, так сказать, вклинить между предыдущим и следующим видео. Так что вот оно, наслаждайтесь и обратите внимание, я его сейчас пересматриваю, блин, какой-то я там весь такой манерный, что ли. Снимал это видео где-то два года назад. Уверен, что это у меня такая женская социализация, какое-то такое, кокетство какое-то такое. Я-то не особо против этого, просто сейчас, мне кажется, этого меньше стало, и поэтому бросается в глаза лично мне. А вам? Привет, и снова на Пейпобой Дима по пятницам. Что делать с фотографиями с детства? Ну, смотреть, радоваться. Конечно же, хотелось бы, чтобы были фотографии, где я мальчик, бегаю на какой-нибудь игровой площадке, играю в мячик, или я там, не знаю, ложу по деревьям с короткими волосами, в штанах. Вот, ну, в принципе, есть такие фотографии такого рода, но не все они такие. И мне кажется, что фотографии с детства даже не настолько печальные, насколько печальные фотографии из подросткового возраста. Точнее, даже не так. Я бы не сказал, что эти фотографии печальны. Я вообще не жалею о том, что, ну, о прошлом, так сказать, оно было, и оно, оно мое. Я, как бы, мне как бы не хватает чего-то, чего не было. Мне не хватает детства и юношества в мужском, в мужской роли, да, вот этого мне не хватает. А фотографии, которые уже есть, и воспоминания, которые уже есть, они, по сути, ну, хорошие моменты, скажем, воспоминания, конечно. Они, я не считаю, что с ними нужно что-то делать, их нужно как-то истреблять. Ну, вот интересная идея, мне очень нравится. Короче, в сериале Transparent, сериале, который на русский язык перевели очевидное, есть такая сцена, где вот этот вот транс-родитель перелистывает фотоальбом своих фотографий детских, переделанных из, ну, в данном случае, из мальчишеских, девчачьих. Вот, мне эта идея так понравилась, я до сих пор сегодня как руки не дошли посмотреть, вообще существует такая штука или нет. Если есть, то, блин, прикольно попробовать. Ну, да, ну как, фотошоп, наверное, там бантик убирается, волосы укорачиваются, из платьицы делаются шортики, вот так вот. И какой-то фотоальбомчик иметь, прикольно, наверное. Просто я живу открыто, и все мои друзья, все мои знакомые, как бы знают о том, что я транс-гендор, и что у меня нет, как бы, такой опасности достать фотоальбом, а там я вдруг, как бы, и не я. Вот, и мне кажется, важным принимать себя таким, какой бы есть и был, были. Вот. Да? Такие мысли, размышления насчет фотографий. Вот одну фотографию решил вам показать, все-таки она, я ее просто обожаю, эта фотография, потому что, Багира, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Потому что, смотрите, у меня есть кошка Багира, да, мне 34 года, если что. А вот это я, мне тут два года, наверное, может, три, может, два, не знаю. С вот такой вот кошечкой, которая, ну, блин, две капли воды, вот это вот. Вот такое видео про фотографии. Спасибо за просмотр. И до следующей пятницы, на этот раз, с Германом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok